Итак, меня зовут Григорий Зайцев, я член правления Союза композиторов Москвы. Мы сегодня поговорим о сна. Тема моего доклада – лиминальные аспекты сна. Мое выступление сегодня посвящено рассмотрению природы сновидений, а если быть точнее, то тем их аспектам, которые я обозначил в названии доклада, как лиминальные или пороговые. Однако в чем их особенности, я скажу немного позже, так как вначале я бы хотел представить небольшую афологию к предпринятной мной попытке изыскания в области человеческих снов. Не являясь психоаналитиком, я рискнул внедриться в данную область, вовти не претендуя на открытие каких-то новых методов интерпретации сновидений в анализе и тем более каких-то новых психотерапевтических техник. Кыр сновидениям меня привел не праздный интерес, а многолетнее изучение природы творческого процесса, прежде всего композиторского творчества – одно из основных тем моих научных интересов. Но проблема оказалась значительно более обширной и выходила далеко за рамки чисто художественного творчества, что и заставило меня более серьезно ознакомиться с тем, как современное научное сообщество специалистов в данной области трактует сновидения и чем это может помочь мне в моих исследованиях. Однако основным материалом для моих изысканий в данной области послужили прежде всего мои собственные сновидения, их многолетний сбор и детальный самоанализ. И лишь во вторую очередь корпус текстов, так или иначе связанных с интерпретацией сновидений, как исторических, начиная с эпохи Древнего Египта, так и современных, вплоть до работ ныне живущих и практикующих аналитиков. Не прошли бы у меня и классические фундаментальные труды Фрейда, Юнга, Фон Франс и так далее. Но, несмотря на то, что я начал свое сообщение с указаний источников, на самом деле ни этих книг, ни собственных сновидений я анализировать в данном докладе не собираюсь, а хочу выйти на уровень значительного обобщения и выдвинуть одну гипотезу относительно сущностной природы сновидений, а также представить то, как, исходя из данного предположения, со снами можно работать в творческой и обыденной жизни. Хочу сразу же оговориться, что мой подход сугубо постмодеринский. Я вовсе не собираюсь предлагать какую-то завершенную, целостную и всеобъемлющую теорию. Скорее наоборот, моя цель – представить сновидения такими, какими они еще не рассматривались в дополнение к тому, как современная наука анализирует сны, а не в качестве противопоставления базовых научных концептов. Я не собираюсь помещать сновидения про грустного ложа непротиворечивых теорий. Я знаю сам, что в моем мнении по данной проблеме есть определенные противоречия, как много их и в самой жизни, и тем более в объекте моего исследования – человеческих сна. Но противоречивые теории – это и есть современные теории, то есть те, что не претендуют на истину в последней инстанции. Так как прежде чем создавать непротиворечивые концепты, нужно быть уверенным в верифицированности подобных концептов, а также в верифицированности самого метода, с помощью которого можно их проверить. Так что не будем стараться утереть нос гёдлю и играть в жмурки, закрывая глаза на неудобные для нас факты, а посмотрим на проблему современную, то есть с точки зрения методологии, осознавая, что мы находимся лишь в зоне методологического подхода, и говорим только о нашем взгляде на природу сна, а не о сновидениях, какими они есть сами по себе. Последнего не может знать никто. Итак, в современной науке существует множество концепций сновидений. Так, в глубинной психологии базовыми считаются два классических подхода, сформулированные и изложенные в трудах Зигмунда Фрейда и Карла Густава Ринга в первой половине XX столетия. Эти подходы, по сути, свои не только разные, но и во многом прямо противоположные. Это редукция сновидения, его расшифровка, как попытка обойти внутреннего цензора у Зигмунда Фрейда, и амплификация, попытка восстановления целостной ситуации сна, привлечения символьных параллелей к представленному во сне архетипу у Карла Густава Ринга. С другой стороны баррикад находится распространенное бытовое мнение о бессмысленности сновидений, сосуществующие, однако, в народе с дикими суевериями, изложенными в банальных сольниках, истории которых, судя по всему, не одна тысяча лет. Как же примирить столь противоречивые взгляды? Ведь действительно, с терапевтической точки зрения, действенными показали себя и подход Фрейда, и подход Юнга. К слову, есть и более новые модели работы со сновидениями. Великолепные книги Марио Луиза фон Франс, расширяющие и дополняющие методологию Юнга, работы школы архетипической психологии, труды современной французской школы психоанализа, а также лабораторные исследования принципов работы нервной системы и головного мозга, проводящиеся в последние десятилетия по всему миру. Но, несмотря на солидный объем научной литературы, посвященный интерпретации сновидений, часто сон действительно ничего не значит. И даже один из классиков научного подхода к исследованию сновидений, Карл Густав Юнг, говорил о большей значимости в анализе некоторых определенных архетипических сновидений и меньшей значимости, если не сказать незначительности, других снов, зачастую просто наполненных даже непереработанными осколками воспоминаний о прожитом дне. Так имеют ли сновидения смысл? Или может быть правы те, кто вовсе отрицают смысловое значение сновидений? Ведь сон действительно может быть бессмысленным, и часто он таковым является, представляя собой просто воспоминания того, что было вчера или на днях, без какого-то глубокого переосмысления или погружения в другую реальность. Попробуем, как обычно я это делаю, разобраться в этом, пользуясь принципом от обратного. Не через поиски смысла сновидений и попытку найти точку отсчета в определении значимых снов и их отделения от незначительных, а через противоположную попытку выяснить, что может нам дать позитивного с научной точки зрения концепция бессмысленности сна. Как правило, люди путают две совершенно разные категории. Отсутствие смысла с отсутствием целостей. Однако из отсутствия одного вовсе не вытекает отсутствие другого, особенно в решении терапевтической задачи, которую перед собой, как правило, и ставит глубинная психология. В большинстве определений слова «смысл», в том числе и классических, у Фрейга и у Виргенштейна, он связывается с контекстом предмета, о котором идет речь. Приведу в качестве современного примера понимание термина «смысл» цитату из новой философской циклопедии. «Смысл – это сущность феномена в более широком контексте реальности». Исходя из логики русского языка, само слово «осмысление» – это придание чему-то смысла. «Осмыслить» – это значит наделить смыслом. Так как сон до его рефлексии, в сознании, до его анализа не осмыслен по определению, то он действительно может рассматриваться как явление бессмысленное, то есть явление, которому еще не был установлен некий смысл. Что же подобный взгляд на сновидение может дать для наших научных изысканий? На самом деле очень и очень много. Мы знаем по трубам Мишеля Куко, Томаса Куна, Славуя Жижиха, Джорджа Агамбина и других философов недавнего времени и наших дней. Насколько тесно связано наше представление о реальности с языковым полем или дискурсивным полем, в котором мы находимся и через призму которого осмысляет реальность. Таким образом, смысл как таковой, как явление опосредованное, возможен лишь в контексте определенной эпистемы, дискурсивной формации или научной парадигмы. С одной стороны, такая дискурсивная формация, как система координат, позволяет нам быстро реагировать на типовую ситуацию. С другой стороны, она всегда связана с понятием власти и контроля над нами, как выражение принципа ограничения свободы видения. Дискурс или дискурс, оба произношения от памяти, по Мишелю Куко, это то, что создано из совокупности знаков. И любой дискурс есть своего рода клетка, своими границами устанавливающая границы, воспринимаемые и выражаемые с его помощью реальности. Так как вне дискурсивных практик объекта, как объекта познания, вовсе не существует. То есть, если называть вещи своими именами, получается, что современная нам дискурсивная формация незримо доминирует над нами, над нашей свободой видеть что-то иначе, навязывая нам то, о чем и как мы будем думать. Так как для того, чтобы думать по-другому и о чем-то ином, нужна иная дискурсивная формация, которая, однако, неизбежно принесет свои новые ограничения. И так до бесконечности. Тут можно вспомнить работы великих мыслителей Жака Деррида и Джорджа Агамбина, наиболее много работавшие с этим вопросом, с этой проблематикой, которую я бы назвал одной из самых актуальных для современной философии. Давая нам преимущество в быстрой адаптации, мироконцерт или эпистема не позволяют нам быть инициаторами чего-то вне причинно-следственной логики данной эпистемы. Или, как это любят называть словой жижек, идеологией. И если бы все было именно так, а у работ, посвященных парадигмальному или дискурсивному мышлению человека, великолепная доказательная база, имеющая более чем полувековую научную историю, то мы бы оказались в механистической модели человеческого мира, где действительно, как в представлении людей нового времени, люди были бы лишь геентиками огромных космических часов. Весь мир превратился бы в машинели, а человек был бы полностью детерминирован, победоносно шедствующий на касталях слепой судьбой. Человек в таком мире был бы полностью подчиненным, во-первых, причинно-следственным связям ситуации во внешнем мире, а во-вторых, своей внутренней физиологической конституцией, берущей начало в ДНК. Однако, большинство современных ученых не считают, что ситуация настолько критична для человека, и что человек вовсе ничего не решает своей судьбе. Ну, кроме некоторых изощренных фанатов строгой и непротиворечивой науки, так называемого нового бихофилиализма, вроде Дэниела Деннета в США, или новой когнитивистике Томиса Метцингера в Европе, который, по сути, отрицает даже само существование ягод. Впрочем, как мы отлично знаем из работ того же Томаса Куна, парадигмы или епистиму Мишеля Фукла, исторически сменяют друг друга, а дискурсивные практики распределены по определенным областям или локусам их применениям. Из этого так и хочется сделать вывод, что человек все же способен как-то повлиять на смелую парадигму, как бы на выбор наиболее адаптивно пригодной дискурсивной практики, коль скоро происходят научные революции, коль скоро развивается сам язык. Но тут встает ряд вопросов. Откуда у человека появляется самовозможность влиять на парадигму? Откуда берутся силы совершить научную революцию? Отчего развивается сам язык не только научный, но и художественный, а также бутылок? Ответов на такие сложные вопросы может быть несколько. Первый. Парадигма имеет свою логику существования и, условно говоря, старея, уступает месту Богу. Человек в данном представлении является скорее наблюдателем, чем деятелем. Эта концепция могла бы быть названа термином Дэни Ладенета «Картезианский театр». Другой ответ на поставленный вопрос можно назвать диалептическим. Его суть в том, что парадигмы и пистемы сменяют друг друга из-за перемещения сферы действия различных дискурсивных практик, их взаимопроникновения. В данном случае человеку также отводится весьма мало места, так как действовать в истории развития парадигмы будут не отдельные люди, но массы людей, их перемещение и род их деятельности. Третий же ответ, на мой взгляд, наиболее убедительный, что немаловажно еще, он более гуманистичен. Его главным положением будет то, что человек эпизодически имеет непосредственное восприятие бытия, не обусловленное смысле, то есть без идеологии. И такое видение бытия он воспринимает как раз через свои сновидения, как отражение бытия такого, какое оно есть вне доминирующей эпистемы, вне доминирующей смысловой модели. Это и позволяет человеку постепенно взламывать парадигмы и переходить к новой, более адаптивно пригодной. Это значит, что сон, как феномен, лишенный привнесенного изопистемы смысла, дает нам возможность заглянуть под вуаль обыденной реальности, приподнять полога покрывала и силы матрицы майи, и увидеть мир другими, в каком-то смысле нечеловеческими глазами. Ведь если верны предположения ученых о том, что сон есть понижение ментальной активности, то мы видим сны так, как, предположим, развитые гоминиды, вроде неандертальцев или карманьонцев, видели саму реальность вне сна. Интересно, оказывается то, что, как правило, во сне мы действительно полностью включены в реальность сновидения. То есть мы не способны ее рефлексировать в самом сне, осознавать ее странность, непоследовательность и так далее. А когда такое редкое осознание происходит, сон перестает быть для нас чем-то сущностно отличным от нашей повседневной реальности. То есть в большинстве случаев во сне мы оказываемся включенными в открытое, непрефлексируемое бытие. Как включены в него животные, согласно исследованиям того же Якова Гонг-Хонг-Юкскеля, достаточно видного биолога. Но такая временная потеря осознанности человеком во сне сущностно отличается от животного существования. Во-первых, тем, что эта потеря осознанности именно временная, она ограничена по времени. А во-вторых, тем, что таким образом мы воспринимаем все же человеческий, а не животный контекст реальности. Мы живем внутри человеческой культуры, и мы ежедневно находимся в мире людей, даже если мы в отдалении от самих этих людей на сотни километров. Так как мы сами являемся представителями человечества как такового. И посредством интеракции человечество всегда незамимо присутствует в нас самих. Через работу сна человек способен взглянуть на себя, не прибегая к методам дискуссивных практик, то есть вне смысловой парадигмы, и увидеть свою реальность такой, какая она есть, или по крайней мере увидеть ее вновь, не похожим на привычное осознание света. Я считаю, что именно эта лиминальность, пороговая природа сна, его пограничность с миром вне смысла, и создала сновидением столь дурную репутацию в научной среде. Достаточно вспомнить о смеянии научным сообществом первого издания толкования сновидений Зигунда Брейда 1900 года. Ведь если обострить этот конфликт, выходит, что сон в каком-то смысле противоположен нормальной науке, тем термином Томаса Курли, которым он определил науку внутри парадигмы. Так как нормальная наука является представителем и выразителем парадигмы как такового. То есть, такая наука представитель контекстуального, опосредованного смысла. А сон – чистое или почти чистое отражение бытия как такового. А с точки зрения дискурсивной формации, такое бытие – это не бытие. Или, по крайней мере, иное бытие по отношению к доминирующей вести. Тут не лишним будет напомнить одну из основных проблематик философии на протяжении всей ее истории. Различие между дискурсивным, дискретным мышлением, продвигающимся от слова к слову в описании явления. И интуиции, охватывающие явления сразу целиком, не расчленяя его. Первое – ближе к пространству отраслования. Второе – к пространству сна. И все же, вернали наша концепция бессмысленности сна. Ведь сновидения многие годы анализируются психологами, и такие анализы имеют существенный и многократно засвидетельствованный терапевтический эффект. Более того, юнгианские аналитики могут напомнить о том, что существует феномен синхронии, а также определенной соразмерности как прошлого, так и будущего сновидениям пациента. Как же разрешить данное противоречие с идеей бессмысленности сна? Или это противоречие является лишь кажущейся? Дело в том, что практически всегда, когда мы начинаем вспоминать сон после пробуждения, происходит его рационализация, его описательное воспоминание, его включение в дискруксивную практику, в нашу мировоззренческую концепцию. Зачастую хорошо запомнившийся сон, особенно если он относится к группе текстоведений, которые Юнг называл архетипическими, представляет совершенно иную реальность, чем реальность окружающего обыденного нас мира. По причине инаковости такой сон в большинстве случаев быстро демонтируется сознанием и переводится в моду с причинно-следственных отношений, с привкусом чего-то глупого и странного, того, что лишено какой-либо ценности. Вот отсюда очевидно и проистекает идея Зигмунда Фрейда о бдительном внутреннем цензоре. А ведь гипотеза Фрейда была высказана задолго до появления концепции парадигмального мышления. По причине такой типичной для человека рационализации, или скажем конкретнее, искажения сознанием мира сна при контакте с ним. Ключевым моментом в анализе сновидений является парабельный подход к самому их осознанию. Верный подход к вспоминаниям сна – это вера в его причудливый, внедискурсивный мир. Мир столь же реальный, что и мир нашего бодрствия. Такой взгляд позволяет взаимодействовать с миром сна, а значит увидеть не только сны, но и саму нашу реальность, так называемую объективность, да, по-другому, без очков и пистик. Говоря верный подход, я понимаю прямое прочтение слова верный. То есть принятие реальности сна таковой, какая она есть. Верность всем выраженным во снах элементам, их пространству, их временному и причинному ряду. Какими бы странными они ни казались. Но не подлежит сомнению, что даже простое вспоминание сна, как контакт с пограничным иным миром, уже влияет на наш обыденный сознательный мир. Однако такое влияние является лишенным нашей индивидуальной инициативы, нашей сознательной воли к созиданию. Мы остаемся лишь исполнителями, а не постановщиками той пьесы, в которой играем. Вспоминая сон и не осознавая того, что мы работаем, по сути, в модусе творения реальности, мы снова попадаем в зону случайности и оказываемся пленниками докса, то есть представлений, мнений, общих суждений. Ибо не ведаем, что творим с акцентом на последнее слово. Отсюда и нет никакого противоречия в том, что концепции интерпретации слов Фрейда и Юнга зачастую противоположны. Это говорит о том, что цель этих исследователей была не антологическая, но терапевтическая. Даже если сами ученые это до конца и не осознавали. В таком случае психологическая интерпретация сна – это не расшифровка послания, но творение смысла, то есть наделение бессмысленного пространства сна тем значением, который может оказать постепенный терапевтический эффект. Причем в каждом конкретном случае индивидуальный, особенный. Таким образом, исходя из нашего предположения, получится, что сон есть то единственное или почти единственное, что существует в нашем мире вне смысловой парадигмы. И грамотная интерпретация снов позволяет преодолеть порочный круг причинно-следственные связи психического заболевания или постепенно выйти за рамки действия законов какого-то внутреннего комплекса. И тут роль профессионального аналитика-психотерапевта огромна. Так как самостоятельно сделать то же, что возможно сделать в анализе, очень-очень сложно. Хотя я не скажу, что невозможно. Ведь есть же красная книга Карла Густафа Юнга, которой он, по сути, пересотворил себя за мной. Но, на мой взгляд, самоинтерпретация сна считается в глубинной психологии малоэффективной лишь потому, что нужно знать, какой недостающий в жизни данного человека смысл необходимо привнести в пространство сна, дабы добиться нужного терапевтического эффекта. А для этого нужен взгляд стороннего и крайне квалифицированного наблюдателя. Такой, как профессиональный психоаналитик. Однако, наша задача иная, сугубо антологическая, и мы пойдем дальше. Каждый человек неосознанно черпает из снов бессмысленно, вспоминая сновидение. Осмысляет его хотя бы фрагментарно, и тем самым неосознанно воздействует на эпистему своего времени. Если такое предположение относительно статистического воздействия снов каждого человека на существующую эпистему верно, то из этого следует, что сама данная эпистема развивается в случайном направлении, а значит, она не движется к какому-то конкретному результату, то есть не имеет телеологической направленности. Из такого представления о господстве случайностей Рока во многом и вытекает механистическая модель Вселенной, особенно типичная для эпохи Просвещения и следующих за ней десятилетий. В данном случае, действительно, если несчастному человеку стучится попасть против движения такой грибы, как мировоззрение эпохи, то она его просто перемелет, раздавит как морально, так и, возможно, физически. Но именно в такой непредзаданности развертывания эпистемы и кроется ключ, который может помочь человеку перестать быть винтиком в огромной машинерии и начать двигать всю мировоззренческую систему в нужном ему самому направлении. И такой ключ, такое средство дано каждому. Это наши сны. Предание сна смыслом, сна, рассмотренным непредвзятым взглядом, запускает механизм движения эпистемы. Когда человек осознанно натворит свою реальность через наделение бессмысленного смысла, даже маленький импульс в одном направлении может сыграть роль странного аттрактора и сменить движение всей идеологии или смысла ценностной системы, вырваться за рамки предустановленных причинно-следственных связей. Ведь через сны, предположительно, мы видим именно открытое бытие, или не сокрытое по Хайберге, то есть бытие, какое оно есть само по себе. Не случайно. По этой причине все видные психоаналитики придавали такое значение интерпретации сновидения. Не случайно, как Густав Юнг многократно призывал прислушаться к двухмиллионлетнему человеку, который приходит и советует нам в наших снах. Не случайно и то, что голос снов часто расценивался в истории человечества как голос Бога или Богов. Ведь именно во снах мы часто можем наблюдать вещи с внечеловеческой точки зрения, вещи, представленные по-иному. На этом, очевидно, основана и практика алхимии, а также практики мантики и магии. Здесь я бы не стал разделять эти понятия между собой, так как при моей интерпретации толкование будущего и сотворение будущего есть одно и то же. Напомню, что по мнению Мишеля Фуко, вне дискурсивных практик объект не существует. А значит, осознавая то, что прежде находилось вне зоны сознания, мы в строгом смысле слова творим эту вещь. То есть, по-новому осознавая мир, мы творим мир. Или, как написано у Моисея, «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». То есть, до называния света его не было, так как не было речевой или дискурсивной практики, если применять систему Мишеля Фуко к тексту книги книг. Или, как написано у Иоанна, «В начале было слово». Из чего также можно сделать вывод о том, что до появления слова самого начала не существовало. Было лишь поху в обоху наших бессмысленных сновидений. Мир вне и пистине. Тотальное включение в бытие. По сути своей, непрерывность бытия животного. Или, как писал Хайман Штейналь, «У животного есть память, но нет воспоминаний». Перебразируя этого немецкого философа, можно сказать, «У животных есть сон, но нет сновидений». Если понимать под словом «сновидений» видение знаний. Превосходно проиллюстрировать идею выделения смыслом изначально бессмысленного открытого бытия и признание его ценности могут европейские алхимические трактаты как средних веков, так и эпохи Возрождения. Базовое описание столь существенных для алхимии понятий собственно сводится к следующей. Первоматерия, как и камень мудрецов, есть везде, но никто из людей ее не замечает, хотя и видят постоянно. А также это есть то, что обычный человек стачет за что-то лишенное ценности, грязь или даже эксперимента. Но тут же адепты древности предупреждали, цитируют, «но все же в навозе не ищи его, иначе испытать тебе позор великий. Когда б ты занялся подобной ерундой, то высмеем ты будешь всей страной». Это цитата из Кабалы Нихишбахера. Причем в данном случае именно Кабалы. Это совсем другое слово, проистекающее слово Кабальян. Разве эти намерки не есть указание на то, как из по сути своей пространства бессмысленного создается смысл? Ведь открытое бытие, то есть бытие, не наделенное человеческим смыслом, действительно есть везде. И оно как бессмысленное действительно считается людьми, лишенным ценности. Отсюда и сравнение с грязью или экспериментом. Но именно такое бытие и есть высшая ценность, так как именно бессмысленное бытие, лишенное идеологии, может быть наделено любым, хоть самым высоким смыслом. Таким же образом я рассматриваю и сами книги адептов искусства. При всем при том, что многие предпринимают и предпринимают попытки интерпретации алхимических трактатов, как строго научные, так и фантастические. Однако все эти противоречивые попытки не есть ли лишь придание смысла изначально бессмысленному тексту? Тексту, который создавался или скорее подчерпывался из сновидений, адептами делами, именно в расчете на его сущностную бессмысленность или чистоту от парадигмы. А значит, открытым для осмысления, на деление смысла. И если рассматривать алхимические рукописи в таком контексте, то следует признать, что Као Густав Юнг, несмотря на то, что он не особенно разбирался в тонкостях химических процессов, которые, согласно научной версии, подчас были обозначены в анализируемых им алхимических рукописях, тем не менее, уловил то самое главное, что было в работах алхимика – стремление наделить бессмысленно необходимый смысл. Будучи столь же бессмысленной, как наши сновидения, а скорее всего из них и подчеркнутая, книга алхимика была не руководством, но средством по преобразованию сегодня благородного в благородное. То есть средством по преданию неантропоморфному миру, миру тоху бабоку, человекообразного вида Адама Кадмону. Не просто случайного творения, но именно осознанного творения мира с соразмерного представлением причаяния адепта. А тот факт, что во снах и книгах таких мастеров искусства были химические вещества – сульфур, ртуть, соль или квасцы – просто указывает на то, что эти люди были порог деятельности химии и камеи. Ведь каждый чаще всего видит во снах то, чем связаны жизнь нервами. Но во сне он видит это совершенно по-другому, чем в водорослующем состоянии. Так что доказательство того, что алхимические тексты – это лишь шифровка химических процессов, и что больше ничего там нет, что это просто скрываемая мудрость химика, на самом деле такое доказательство ничего не доказывает относительно природы самих этих текстов. Даже если в этих текстах и действительно присутствуют как совершенно определенные реактивы, так и совершенно определенные химические процессы. Одно другому никаким образом не будет отличаться. Если рассматривать дискурс алхимических трактатов именно как дискурс, лишенный дискурса, то из этого вытекает еще одна важная идея. Ни один адепт не обманывал читателя, обещая в предисловии точно дать им в пользование средства для получения камня. Однако в десятках, если не сотнях сохранившихся текстов, как раз нет ни одного внятного рецепта. Неужто сотни известных людей, из них, к примеру, такие, как святой Фома Акабинский, просто дурачили незатейливых читателей и тратили столь ценный пергамент на боровство? Уж как-то это слишком маловероятно. Скорее, каждый из этих адептов в каждом своем трактате давал нам не только средства для искотовления камня, но и сам камень. Каждая книга и была камнем мудрецов. Но если вы читали хотя бы один алхимический трактат, вы сразу же вспомните, что чуть ли не на каждой странице будет репреном звучать фраза, что книгу эту нельзя давать в руки недоскольной. Отчего же такой запрет? Неужто книга, которая может превращать свинец в золото, не сможет из глупца сделать ученого мужа? Или именно этого и боялись адепты, боялись конкуренции, боялись утратить свой высокий интеллектуальный статус? Вот тут-то мы и подходим к тем проблемам, которые могут возникнуть при работе с бессмысленно. Дело в том, что сталкиваясь с бессмысленным пространством, будь то пространство алхимическое или пространство сна, человек осознанно или нет создает новый смысл, то есть створит новую причинно-следственную цепочку, которая далее будет двигаться уже по заданным законам нового смысла. И нет никаких гарантий, что если по мнению человека он, наделяя пространство сна новым смыслом, созидает что-то прекрасное, это не приведет его на практике к катастрофе. Упущенная маленькая деталь, неправильное понимание своей роли, действующих сил и самой сути ситуации, и все. Человек становится жертвой самого же себя. Отсюда, очевидно, и проистекает панический страх обывателя как перед магией и мантикой, так зачастую и перед глубинной психологией. Считается, что если копнуть в глубину человеческой психики или в мир запредельного, можно подписать себе этим смертный приговор или как минимум утратить сознание. Подобные предубеждения на самом деле не безознавательны. Соприкасаясь с номенозной, лишенной антропоморфного смысла реальностью, человек обычно включает ее в дискуссивную практику, то есть интерпретирует. Но делает это неосознанно, а значит, не ведает, что творит. В таком случае он подобен мартышке с пистолетом, так как иницирует действия тех процессов, которые не может контролировать, что еще раз свидетельствует о колоссальной ответственности, которая лежит на психотерапевте, когда он анализирует свой пациент. Каждая неверная интерпретация может привести к ухудшению, а то и вовсе к фатальному результату. К неутешительному результату может привести и работа непосвященного с глубокими алхимическими или магическими практиками. И именно от такой катастрофы пытались уберечь профанное сознание адепты средних веков, заклиная не давать гримуар в руки тому, кто не уверен в делании, тому, кто не наставлен учителям. Однако, цель нашей работы не отпугнуть от исследования феномена сотворения смысла из бессмысленного, а наоборот направить внимание научного сообщества на эту проблему. Так как польза от ее верного решения во сто крат превышает те риски, которые с ней связаны. Ведь решение этой проблемы может изменить не только образ мысли современного человека, но и его повседневный быт. Попробуем конкретизировать ситуацию и представить себе следующую простейшую иллюстрацию. Один человек приходит к другому с предложением сотрудничества или с каким-то ходатайством. И если ответ последнего заранее не предопределен какими-то существенными факторами, а находится примерно в зоне 50 на 50, то выбор того или иного ответа будет зависеть от миллионов деталей. От внешнего вида просящего, от его манеры говорить, от времени, в которое он говорит, от скорости речи, порядка слов, положение его рук, ног во время беседы и так далее. Однако маловероятно, что кто-то из существующих на Земле людей может контролировать эти миллионы параметров на сознательном уровне. Большинство мелких телодвижений, к примеру, происходит в контексте ситуации или комплексно, как мы сами по себе. Но от того, какой смысловой вектор задействован в данной ситуации, во многом будет завести ответ того, к кому обращено разум. Человек, интерпретируя свой сон, получает последствии позитивный или негативный результат в обыденной жизни, так как на всех уровнях своего бытия, как осознаваемого, так и ситуативного, неосознаваемого, будет делать все для достижения реализации установленного нового смысла. При этом не следует впадать в легкомыслие и думать, что если человек накануне знаменательной для него встречи проинтерпретирует свой сон как ответ «да», то он обязательно получит ответ «да». Конечно, все намного сложнее. Важно последовательно через интерпретацию снов устранить все блоки, что мешают человеку развиваться, адекватно адаптироваться, жить и работать. То есть увидеть через голове лишенное обыденного смысла пространства сна свои недостатки и попытаться их либо устранить, либо принять. Тогда приинтерпретированный сон действительно будет способен запустить целую череду событий, приводящих идущего этим путем к нужному ему результату. Я считаю, что на этом принципе основаны и магические системы. К примеру, бесконечное перечисление так называемых варварских имен в средневековых гримуарах не есть ли эта попытка вырваться за пределы смысла к бессмысленности чистого бытия, символически ограничив воздействие доксы на мага спасительным кругом на земле. Создание нового смысла, сотворение нового молодого мира из мира ответшавшего это и есть то, что шаманы, маги и алхимики всех времен творили как подлинное искусство. А так как ни одно событие для нас ничего не значит само по себе, но лишь внутри целостной системы наших взглядов, то нетрудно догадаться, сколько многого можно добиться переосмыслением или перестановкой составляющих внутри этой целостной системы. Однако, этим работа сознания не ограничивается. Да, выйдя из одной единственной доступной для нас эпистемы или матрицы, если вспомнить известный блокбастер, мы можем переосмыслить реальность и создать ее иной, по-новому организовав ценностный уровень и значение отдельной ситуации. Более того, так как в мире, согласно тому же Мартину Хайдегеру, на самом деле происходит все и вся единовременно, просто мы в силу ограниченности нашего человеческого восприятия имеем определенные доминанты восприятия и обращаем внимание лишь на то, что определяется либо современным нам эпистемам, либо входящими в нее локальными, этническими или профессиональными дискурсами, либо неким сплавом этих дискурсов, пафосно обычно называем наше личное мировоззрение. Переосмысляя саму мировоззренческую модель с чистого листа открытого бытия, мы можем, условно говоря, влиять на весь воспринимаемый нами мир целом, так как сознательно обнаружить и сотворить в данном случае есть идентичные понятия. Тут и кроется природа синхронии. Ведь при синхронии, по сути, мы всего лишь начинаем замечать явления, которых раньше не замечали, так как были под диктатурой определенной идеологии или эпизи. Но опять на поводу, что заметили и создать это одно и то же. Так как-то дело в том, что то, что остается за кадром сознания, как бы действительно не существует для нас. А то, что остается за кадром сознания всех людей в целом собственно и вовсе не существует в строк научном смысле этого слова. Так как оно не воспринимается, а так как оно не воспринимается, оно не может быть верифицировано. Невоспринимаемое для сознания это просто чистая потенциальность. Но на этом все тоже не заканчивается. Так как мы уже приняли в качестве одного из положений, что эпистема не имеет цели и направления, в таком случае, если целенаправленно заниматься смыслом творчества и постепенно решать одну за другой задачей, пересотворение окружающего нас мира образа, весь мир в прямом и вовсе не в аллегорическом смысле слова может подчиниться этому нашему императиву и начать двигаться в направлении воли человека, творящего новый смысл. Так как у эпистемы нет цели двигаться в каком-то конкретном направлении и сильная воля, а главное знание как может повернуть ее практически в любую сторону. Примеров таких поворотов из истории, искусства, политики или науки тысячи. На этом же принципе основаны и предсказательные практики всего мира. Их сила в попытке вырваться в зону бессмысленного и зону скучайного и осмыслить это так, как если бы это случайно имело прямое отношение к будущим или прошлым событиям. То есть наделить бессмысленное смысл. Думаю, сейчас только совсем невежественный в современных философских концепциях человек может отрицать факт того, что прошлое тоже меняется. Так как события сами по себе не значат практически ничего. Значит, только их ценностное соотношение между собой в обществе. То есть дискурсивная практика. А она даже в исторической наутке все время развивается, изменяя и предмет своего исследования прошлое. Оттого то у большинства обывателей и присутствует суеверный страх перед предсказанием, будто предсказанную судьбу нельзя изменить. И в этом тоже есть израильная доля правды. Я уже упоминал об опасностях, негативной неосознанной интерпретации бессмысленно. Примерно то же происходит и в данном случае. Человек, которому провели ритуал дивинации, то есть с нашей точки зрения проинтерпретировали бессмысленно открытое мытие, ну предположим истолковав положение палочек тысячелистника или полет птиц, получает такой человек своего рода послание, но оно может оказать на него и деструктивное действие. Ему говорят, к примеру, что он погибнет на следующей неделе. И вместо того, чтобы вырваться из этой смысловой системы, человек в 99% случаев всеми своими действиями будет неосознанно способствовать исполнению данного предсказания. И с большой долей вероятности оно таки исполнится. У человека, находящегося в зоне эпистины, если не докса, и не способного вырваться из нее нет выбора. Причем нет выбора у него по существу, как и не было игро предсказания. Он просто щепка, плывущая в покое случайных ситуаций. Да, он может инициировать развитие событий, в том числе и через предсказания, но это не отменяет прежние случайности всех этих событий. По сути, жизнь его может меняться, но и неизменной остается неосознанность, а значит безволие, бессилие что-то применять в необходимом человеку направлении. С другой стороны, могут произойти две иные вещи. Первая из них заключается в том, что предсказание не будет воспринято как послание из нуменозного мира бессознательного, и оно ничего не изменит в системе взглядов человека. Он так и останется в той же зоне доксы, как и ранее. Такой непробиваемый нуменозным миром тип восприятия существует, но на самом деле он мало чем отличается от вышеприведенного примера, так как такой человек также не может быть хозяином своей жизни, ведь он находится в единой системе взгляда, в матрице, и ему не из чего выбираться. вторая же вещь, которая может произойти с человеком при предсказании, это то, что приняв глубоко послание, он попытается преобразовать ситуацию настолько, чтобы негативного аспекта предсказанного не произошло. к примеру, если согласно предсказанию должен умереть такой-то человек, такой-то он, то если он изменит свой образ мысли настолько, что по сути станет иным человеком, то этот новый он уже не умрет, так как старый он уже символически выражается умом. Но не будем более отвлекаться на тему мантического или магического мышления, так как в нашем докладе речь идет не об оккультных тайнах древнего мира или средневековой Европы, а о том средстве, которое дано всем людям изначально, о том камне мудрецов, что всегда присутствует с нами, и мы не ведаем о том, насколько богаты, о наших сновидениях, ведь с их помощью человек может создать новый смысл, создать новую парадигму. Ведь недаром гласит легенда, что Дмитрий Иванович Менделеев увидел свою периодическую парадигму, старой научной системе, она не складывалась, даже у великого ученого, так как над ним давлела старая система взгляда, старый дискорс. И вот во сне он видит то, что знает, как свои пять пальцев, но видит вне этого самого дискорса. И освободившись от старой системы взглядов, ученые видят, как соотнесение химических элементов складываются в его голове встроенную систему. Происходит научная революция, созидается новый дискорс. И неважно, так ли это было на самом деле, образ ученого, сотворившего новый мир науки из сна, прижился, так как является верным в чем-то значительно более психологичным, чем в химии или физике, а именно в духовной жизни самого человека. И не случайно другой великий ученый, Вольган Пауэль, как свидетельствуют сохранившиеся материалы о нем, также творил научные концепции, интерпретируя свои сны. Это последний рубеж смысла, границу между тем, что есть и тем, чего еще по сути нет. Несуществующая, для нас пока несуществующая, может появиться и наделить этот мир новой силой и новым еще неизвестным в наши дни смыслом. Через рефлексию себя в пространстве открытого бытия мы начинаем созидать самих себя, осознавая себя, строить новое себя. Если человек сможет действительно превращать селость своих будней в золото своих мечт, то сбудется заветное желание человечества и будет обретен камень мудрецом, а также исполнится завет Геохарда Дорова, великого алхимика эпохи Возрождения, который писал «Превратите сами себя в живые философские камни». Однако внимательный слушатель захочет не возродить, что если каждый начнет двигать существующую истину в желательном для него направлении, то ничего относительно нынешней ситуации не изменится, так как эта истина по-прежнему будет получать статистические толчки из разных направлений и по-прежнему будет двигаться случайно, а значит по сути в никуда. Но на самом деле это не совсем так. Когда человечество обретет способность работать со своими снами и признает высшую ценность того мира, который еще не наделен смыслом, тогда двигать истину вперед будут те, кто сможет осознавать открытое вытие более глубоко и более эффективно наделять его новым смыслом. Но это будет уже следующий более высокий виток спирали, до которого нам идти еще не одну сотню лет. Завершая свою оду бессмысленности, я бы хотел сказать еще несколько слов. Я вовсе не претендую на то, что моя точка зрения на природу сна должна заменить другие взгляды и подходы к данным проблемам. Я как раз стою на позиции многостойности смысловой реальности и убежден, что различные системы, даже взаимоисключающих смыслов, могут сосуществовать одновременно, на разных уровнях бытия. И чем большее количество одновременно сосуществующих смысловых миров, способных мы видеть, тем больше у нас будет возможностей, то есть тем выше и обширнее будет наш выбор, выбор того мира, в котором нам жить. Так как для того, чтобы выбирать мир, в котором мы живем, нужно иметь хотя бы две его версии. И именно эту вторую версию дают над нашим смыслом. И обретя с помощью этих слов саму сущность выбора, саму возможность сотворения своей собственной вселенной, человек, подобно адепту францмасонства, сможет сказать «Я рожден свободно». Ну собственно у меня все. Если есть по докладу какие-то вопросы, то у нас есть еще четыре минуты на обсуждение. Несколько вопросов в комментариях. Одна нужна в рульянский анализ. То есть приведена очень интересная еврейская пульчика трассы где ученик Ролина интерпретировал Ролина приехала и его ученик интерпретирует написать, на солнце он обувлял на сеть. И когда Ролина приехала он сказал «Убил этого человека, потому что сновидение следует за устами». Да, вот эта фраза, этот образ сновидения следует за устами. Мне кажется, это лучше читал сегодня в этом докладе. Спасибо. Спасибо. Ну вот тоже скорее может быть дополнительный такой взгляд в отношении того, что здесь постулировалось вот как бы это слойный смыслов И в отношении реального конечно это особенно всегда просвечивает. И скажем, если брать Макановскую трактовку реального как то, что не может быть символизировано вообще, то конечно в снах мы имеем дело со сколками означающих, которые мы потом складываем в некую структуру, в некую языковую систему, и отсюда получается конституирование смысла. но к реальному как таковому мы тем не менее не приближаемся, потому что реальное, ну например один из взглядов реальное это то, что не символизируется вообще. И вот здесь вот возможно вот такие вот разные несколько взглядов на это. И второй момент конечно вот такой очень интересный у вас получился такой очень интересный синтез в общем-то методетического и такого постмодерного когда с одной стороны очень много таких положений постмодерна было, был затронут там и переда и рыжих, а с другой стороны вот эта предуготовленность истины, что истина это истина блага, ну короче это платоновский взгляд, что истина и блага это то, к чему мы должны быть предуготовлены, это конечно чисто метафорическая концепция. И опять же вроде бы наличествует некий уровень, уровень подлинности, уровень истинности, который такой трансцендентный уровень по отношению к нашему, с которого мы члены. такой интересный получился. Относительно лакановского комментария я хотел бы сказать, что здесь собственно нет противоречия в том смысле, что появление, то есть вот эта подлинная реальность не символизируемая по лакану, она возникает в расколе между этими двумя мирами, между миром сна и миром реальности, то есть в его принципиальной незазоре, вот в этом зазоре, то есть вот эта сама суть выбора между тем или другим, которая на самом деле до конца осознаться действительно не может в принципе. Вот там и находится та самая реальность, потому что это все-таки я уже повторял, что сны есть лишь понижение ментальной активности, но все-таки ментальной активности человека. Поэтому за рамки антропомозгного мышления мы выйти не можем, но за рамки эпистемы нашей системы да, мы можем. Спасибо. Спасибо. Огромное спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ